Всем привет! Сегодняшний обзор у нас будет посвящен адаптерам для приставок цифрового телевидения, поддерживающих выход в интернет на чипе MT7601. Видео этого решил я вам сделать, так как поступает много вопросов по настройке, по покупке адаптеров, по совместимости с приемниками. На данном чипе есть более 10 моделей, которые я точно видел, разной спецификации, с антенной, без антенной, видите, разные длинные антенны. У меня две модельки. Одну я приобретал на Али, ссылочку добавлю в описании, цена была до 150 рублей. А вторую я покупал в розничном магазине фирмы Силинга, где закупаю приставки, но там уже цена на этот адаптер идет 400 рублей. По сути, они отличаются только длиной антенны. И на чипе, который покупался с Али, есть индикатор. А так это абсолютно одинаковые антенны. Подключать будем на примере приставки Силинга. Единственное, у чипа, который с Али, у данной модификации, у него антенна крутится всего лишь на 90 градусов. То есть при подключении она у нас как бы идет вверх, то все хорошо. Но если USB будет с обратной стороны переделано, то у нас антенна либо будет стоять прямо, либо будет установлена вниз. У адаптера от Силинги этой проблемы нет. Он крутится, можно сказать на 360, он даже открывается при этом, на 360 градусов. Данные чипы в работе сильно нагреваются. Это не важно, особенность ни приставки, а также от компьютера будет он нагреваться. На работу это не влияет. То есть если чип горячий, ничего страшного. Ну что, давайте теперь подкручим любую из двух чипов, настроим выход в интернет, проверим сервисы. Приставка включена. Сразу же у вас появляется значок, что найден Wi-Fi адаптер. Первые вопросы, которые возникали, это мы купили приемник, мы купили Wi-Fi адаптер, но ничего не можем настроить. У нас нету пункта. Просто приемник оказался без поддержки интернета. Это нужно смотреть в магазине. Также будет добавлена ссылочка на список самых распространенных моделей ресивера с поддержкой данного чипа Wi-Fi адаптера. Там будет около 100 моделей, выбор большой, поэтому просто смотрите название модели и заказывайте уже. Либо в его магазине покупаете, либо через интернет. Так, настраивать телеканалы мы не будем, это нам не нужно. Сразу переходим в пункт настройки сети. Нажимая на меню, уходим до пункта система. Нам нужны настройки сети. Опять же, обращу ваше внимание, что при корректной работе приложений нужно с официального сайта скачать последнее обновление ПО. В разных моделей он устанавливается в принципе одинаково. Все написано в инструкции по эксплуатации. Мы же зайдем в информацию, посмотрим у нас обновление за 2019 год. Актуально, проблем быть не должно. Итак, заходим в настройку сети. Данный приемник держит еще и сетевое подключение через переходник USB LAN, но мы настраиваем Wi-Fi. Поэтому заходим в список наших сетей, выбираем нашу сеть, в пункт шифрования. Следующий пункт пароль. Пароль у нас здесь отсутствует, мы вводим пароль. Для этого используем эти клавиши цифры, цифер и клавиши функциональные, цветные. Нажимаем ОК. Сохраняем. Ждем, сейчас он авторизируется. Все, наша сеть сохранена. Теперь выходим с этого пункта, в систему и переходим в параметр мультимедиа. Здесь выбираем функцию интернет. У нас на выбор несколько приложений. Погода, YouTube, почта, чтение новостей, IPTV, Stalker IPTV, киносервис Мингуго, киносервис ИВИ. Новая поддержка на последних чипах приставок появились, кинозалы ИВИ. Начнем с погоды. Все, пожалуйста, интернет есть, погоду в Москве на сегодняшний день показывает. Ну, YouTube, если вы видели обзоры предыдущих видео, знали, что проблема с прогружением приложения YouTube, это, наверное, беда всех приставок, потому что до конца никто так вопросы не решил. Но это все уже вопрос к производителю, не к нам. Учетная запись gmail.com, пока не мере, при последнем обновлении тоже не заходила. Сколько я не пробовал убивать, это было бесполезно. Новости мы получаем, почитать, то есть можно. IPTV здесь не настроено, но оно тоже будет работать. Приложение Stalker не авторизовывается, но оно тоже должно работать. Кинозалами Google всегда вот с ними проблем никаких не было. Они прогружаются без каких-либо проблем. Все, как слышите, звук пошел, картинка пошла. Пока из всех сервисов этот сервис самый стабильный. Ну вот, в общем-то, и все, что касаемо подключения данного Wi-Fi адаптера к приемнику. Но замечу, что он прекрасно работает с операционными системами семейства Windows. Единственное, что на десятке драйвера станут автоматом. Проблем не будет. Под семеркой нужно будет скачивать драйвер. Ссылочку я добавлю в описание, кто будет подключать к компьютеру. Сейчас мы также подключим, проверим, как он у нас ловит Wi-Fi сети. Итак, давайте теперь подключим наш Wi-Fi адаптер к компьютеру. Вот он у нас начинает искать программное обеспечение. Обеспечение не было найдено, о чем я вам говорил. Давайте устанавливать драйвер. Драйвер я скачивал с официального сайта. Последняя версия. Она не обновлялась с 2016 года. Наверное, уже будущего обновления-то и не будет. Принимаем условия. Можно поставить с утилитой к подключению, но она мне не нужна. Поэтому ставлю только драйвер. Устанавливаем. Прошу обратить внимание, что внутренний Wi-Fi у меня отключен. Сетей нет. То есть работать будем только с этим Wi-Fi адаптером. Все без обмана. Ждем. Адаптер я подключил, который был с Алиэкспресс. С маленькой антенной. Посмотрим, насколько он бьет. Понятно, что наши внутренние сети он будет брать. Мне интересно, как он будет относиться еще к сетям, которые находятся рядом. Драйвер установлен. Пожалуйста, идет установка его теперь в системе. Загорелся синий индикатор. Вы этого не видите. Драйвер готов к использованию. Видите, загорелся значок. Появились сети. Ловит достаточно неплохо. У меня на родном ноутбучном Wi-Fi, конечно, такого не было. Хотя, вроде бы, вот он. Рядом в 15 сантиметрах антенна находится. Ну, естественно, подключаемся к моей сети. От нее есть пароль. Так. Все. Доступ к интернету есть. Давайте пинганем спидтестом. Ну, пинг неплохой для соединения по Wi-Fi. Как видите, скорость тоже неплохая. Из моей сотки по Wi-Fi я получаю больше 60 Мбит. Поэтому неплохой адаптер. Неплохая на него цена. Функционал. Допустим, тем, кто не хочет тянуть провод до своего роутера, поставить такой Wi-Fi с выносной антенкой, это, ну, очень даже неплохой вариант. Как видите, пинги отличные. Wi-Fi адаптер работает. Так что универсальный. И для приставок, и для компьютера. Надеюсь, все, что о нем нужно было знать, я вам рассказал. Еще раз напомню, ссылочка на скачивание адаптера и на скачивание список приставок, которые поддерживают этот адаптер, будет под описанием. Всем доброго дня. Спасибо за просмотр. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok